В этом видео ты узнаешь, как я построил самый засекреченный проект на сервере и как закончился нулевой сезон скамрайза. Приятного просмотра! Февраль. Именно в этот месяц я начал понимать, что мне необходимо секретное место, где я смогу, если что, какое-то время перекантоваться. Однако, это место должно быть комфортным и близко к порталу Вент, чтобы быстро попадать на спаун в случае отсутствия перла и возможности телепортироваться с посторонней помощью. И тогда я нашел это место с порталом Вент, построил кое-какую машинку и решил выкопать огромную яму, тогда еще не задумываясь, зачем она нужна. Март. Именно в этом месяце я захватил власть на сервере и стал императором. Подстроив выборы, я принялся перетаскивать все ценные ресурсы в бункер, дабы при покушении их сохранить. И в этот месяц я никак больше не строил его. Апрель. Разгар моего правления. Именно в этот месяц бункер был задействован максимально много раз, по сравнению с предыдущими и последующими месяцами. В этот месяц я построил ферму жителей и еды, а также принялся к созданию трейдхола. Май. За этот месяц в бункере были построены фермы тыкв и арбузов, а также продолжалось расширение трейдхола. За июль ничего не произошло. Июль. Во второй половине этого месяца, темный лорд отдает приказ, как можно скорее достроить бункер и начать сдерживание кристалла силы. И тогда я построил этот главный зал. Август. В этот месяц я достроил трейдхолл, а также построил нормальное хранилище. А также сделал мега хранилище из самых ценных моих ресурсов, в том числе и голов. Дальше темный лорд говорит, что в бункер необходимо провести еще одного игрока, определенного игрока. И этим игроком стал Мунфаер. Ну и послушав приказ лорда, я повел Мунфаера в бункер и провел ему экскурсию по нему. Привет, Мунфири. Приветствую тебя. Ты первый, кто попадет в наисекретнейший бункер императора. Никто не смог разгадать его местоположение за все эти месяцы. Он существует с февраля. И никто его еще не смог найти. Ты будешь первый, кто его увидит. Потому что я тебе доверяю, мой друг. Все мои богатства сложены там. И ты узнаешь, где скрывался в трудные моменты. У меня уже нет слов. Мой бункер находится на довольно, ну хотя не очень банальном, но на достаточно банальном месте. Мы сейчас побежим вот в ту сторону по дороге моей, Пейзелье. И побежали. Бежать нам, ну, не меньше пяти минут. То есть дорога всегда была здесь? Да, дорога всегда была. Эта дорога существует с... Короче, я показал ее во второй серии по скамрайзу. Там я наврал, что эта дорога ведет на десятитысячные. А, нифига, ты, конечно, знаешь... Не, ну тогда я реально думал, что там десятитысячные. Потом оказалось, что там пятнадцатитысячные. Но это не важно. Крутой окуршик. Да, я очень крутой. На этой дороге находится множество порталов, чтобы если нашелся какой-то недоброжелатель, он не смог найти нужный портал. Это обманка. Ну да, очень умно. Если идти дальше по этой дороге, мы наткнемся на Эльдорадо. Не спрашивай, как я нашел Эльдорадо. Это было сделать достаточно легко. Да, Эльдорадо, конечно, пошали. И все равно их смогли найти. А мой бункер, который находится на много меньших координатах, никто еще не смог найти. Это самая долгая, продуманная вещь в бункере. Да. Ну что, Мунтфири, добро пожаловать в портал в бункер. Заходи. Так, я в ожидании. Это те самые десятитысячные координаты, которые потом оказались в пятнадцатитысячными. Как ты видишь, ничего здесь не указывает, где мой бункер. Я и сам его, наверное, сейчас хрена найду. Так, нам, короче, нужно переплыть вот. Пойдем вот в ту сторону. Нам еще чуть-чуть бежать. Но вообще не чуть-чуть. Это же все для сохранности бункера. Осталось самое сложное. Найти цветочек, под которым он зарыт. Ёлки-палки, блин. О! С первого раза. Ну что, Мунтфири, прыгай, там вода. Все хорошо. Прыгай. Бум. И здесь мы сразу видим какашку. Очень красиво. Смотри, это какашка. Здесь находится сломанный портал Вент. Сломанная машина. Не спрашивай, что эта машина делает. Знать не надо. Это прогрузчик чанков, который мне не помог здесь. Пройдем сюда. Хух. Ну что же, Мунтфири, добро пожаловать в зал силы. Ничего себе. Это огромно. В этом кристалле темный лорд заточил всю свою силу. И ее пока что сдерживает. Это темный лорд велик. Вот эта дверь ведет на ферму тыквы и арбузов. Давай. Так, здесь у нас ферма жителей и еды. Здесь стоит ферма моркови и картофеля. Ничего себе. Я ее не пользуюсь. Ну, как ты видишь, здесь все воронки за это. Не сильно. И вот это вот секретный мой трейд холл. Я думаю, тебе понравится. Проходим. Здесь фермеры. Дальше. У этих добровольцев я покупаю редстоун. Ничего себе. У вот этих вот обалдуев я покупаю кварц. Кридор заканчивается или он вечно вот идти? Нет, вот уже последняя секция. И это библиотека. Нет, это очень круто. Столько жителей. Каждый в секции отдельной. Это очень круто. Для меня у каждого из этих жителей еще скидка. Каждый из этих жителей еще заражен. Что? Ты каждого зарази... Ё-моё. Да. Открываем. Здесь еще один коридор. Ну что же, Мунфири, добро пожаловать в главное хранилище. Сразу скажу, что самая ценная секция вот здесь. Вот тебе я ее здесь советую посмотреть. Это зелья. Это визер розы. Визер розы. Это порох. Сколько? Колька, сколько? Это руды. Там еще руды. Ниги. Тростник. Нифига, тростника тоже немало. А это... Это все шерсть. Нифига. Здесь броня. Стоун. Редстоун. Это все соты. Блин, да. Всему серверу хватит. Это черный краситель. Ну, ферму я недавно построил. Здесь их не очень много. Здесь книжки. Чень. Пластинок. Во. Во. Две азерсайз. Нифига. Не очень. Вот здесь вот два шалкера костных блоков. Очень сильно. Да, вот здесь вот стоят яйца. Ну, да. Два магнетита. Е-мое. Ну, конечно, да. Ты увидишь потом столько голов. О. И теперь проходим самую ценную комнату. Вся эта комната, она обставлена обсидианом. Чтобы при взрыве она не пострадала. Ты готов увидеть это? Конечно. Хранилище голов. Здесь головы руника. Здесь тоже головы руника. Здесь головы ориона. Чисто. Здесь еще орион руник. Еще руник. Еще руник. И еще руник. Руник. Здесь редалерт. Еще редалерт. Вот это вот рыцари всякие. Здесь две головы оза. Дракова. Еще оз. Три головы кухи. Здесь вот это. Вот это вот. Вот это вот. И самая ценная комната. Пройдемте. Сначала вот здесь смотрим. Самые ценные головы на сервере. Но нет. Самая ценная лежит вот здесь. Вот. Здесь топовая броня. Внимание. Посмотри на трезубец. Это артефакт. Да. Ничего себе. Вилка императора смерть. Офигеть. Дальше. Здесь есть еще один артефакт. Это мой любимый. Тотем на арабском языке. Это очень ценная вещь. Здесь вот у нас флаги Российской империи. Вот. Это самая ценная драгоценность. Открывай. Ты, конечно, кожа богатый. Головы там. Шалкер голов. Алмазы больше, чем у меня. Вот еще драгоценности. Тут тоже вон всякое. Да. Не хило. Здесь у меня элитры. А, это те самые знаменитые элитры, да? Да, те самые знаменитые элитры. Здесь у меня головы. Еще головы там. Сколько тебе головы. А, вот это самое-самое ценное, что есть в этом бункере. Открывай. Вот здесь еще есть. The big collection. Вот здесь вот я все это вкузал. Это сила. Они как люди хотят найти это место. И вот этот самый главный христалл. Как ты видишь, в бункере нету вот в этом зале ни одного фонаря. Свет здесь поддерживает мифическая сила темного лорда. Кстати, да. Ни одного факелла и фонаря. Здесь вот на полу разлитая сила кристалла. Она очень часто выливается и превращается вот в такое болото. Размеры и размах этого бункера невероятные. Это очень невероятно. Да. И, кстати, там за порталом находится крепость сразу. У меня место очень крутое. Просто идеальное совпадение. И кристалл этот тоже мега крутой. Огромный, величественный. Я поражен. Очень сильно. Оцени этот бункер от 1 до 10. Соточка. А дальше произошло целых два финальных вента. Сначала был вент, связанный с казино Мунфира. А затем кое-что еще. Секретный проход. Очень секретный. Вау! Да, пожалуйста. Что это такое? Возьмите с собой алмазики. Там эндерчесты будут. Что, реально алмазы нужны? Алмазы? Зачем они? Да. Возьму стак блоков. Нет алмазов. Кто может, пожалуйста, алмазы доносить? Ха-ха-ха! О-о-о! Вау! Это что такое? Начинай! Если вы ставите на зеленый и синий, я вашу ставку переумножаю в 3 раза. Если на красный и черный, то в 2 раза. По итогу я не выиграл ни одного раза. Продемонстрирую. Да, я хочу положить сюда один алмаз. И нажать вот на эту кнопку. Вау! Я почти выиграл, но я не выиграл. Мунфири, я 3 алмаза выбил. Мунфири, я опять 3 алмаза выбил, Мунфири. Ну, ты успокойся, но не делай меня банкротом. Пожди. Эй! Это моя рулетка! Слышь ты! О, Мунфири! Я, кажется, знаю этот механизм по интуиции. Вы закинули монетку. Вы можете ее удвоить. Ну, я не удвоил, да. Я крутой парень. Еще раз. Можно ее удвоить, а можно ее не удвоить. Правильно? Да. Вы можете, короче, вот так вот удвоивать до стак алмазов. В итоге вы можете перемножить один алмаз в стак. Нормально. Это скам какой-то. Это скам. Ребиль большая. Короче, мне кажется, он... Он ввери домой дальше. Ты кто? Кейкс. Спускайся. За красных. Смотри, жми на кнопку. Вау! Что же там? У-ху-ху! Я победил. О-о-о! Изи! Раз, два, три. Летс го! Какую мне... А, я победил? Давайте начнем. Раз, два, три. Летс го, погнали. Тут, я думаю, помянем. Ну, все, ребята. Это была последняя дуэль. Спасибо, мунфирчик. Очень крутой ивент. Мне понравился. Ой, там ночь на дворе. Сколько мы здесь засидели? Все в голове. Мунфири, мне понравилось. Я хочу еще такую виду. Да, спасибо большое. Емал. Это что такое? Дебилы! Подождите. Че это? Что? Новости где? Это че? Она давно здесь была, подождите. Это че сгенерировал. Вы куда пошли? О, заброшено. Так мы же вроде это все закрывали под спауном. Ребята, давайте все, давайте все. Стоп, подождите здесь. Сгенерировал. Ребята, пойдем, ну его. А как здесь шахт это сгенерировалось? Так, ребята, тихо-бам. Че это длинная, кстати, ребята? Че это длинная? Ну, слушай, то есть. Че игра? Ура! Я падаю! Че там... Налево! Так мы же на 1-18 играем. Это здесь! На шифте, на шифте, на шифте. На шифте, на шифте, на шифте, на шифте. На шифте, на шифте, на шифте, на шифте. Ножен взялись, который залезет. Он покинул этот мир навсегда? Что же нам делать? Мог не стоить? А почему навсегда? А почему навсегда? Лошарики... Ай-яй! А-а-а, теперь, когда все покинули этот мир, пришло время его уничтожить. Румус! Кланус! Румус! Румус! Ирина Loche! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok